В Минсоцполитике похвастались ростом зарплат и пенсии украинцев. В Украине размер средней зарплаты за год увеличился на 28%, а средней пенсии на 17%, и наблюдаются положительные тенденции, заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Об этом чиновник высказалась в эфире канала «Украина 24». Она также отметила, что рост пенсии является, в том числе, следствием повышения заработной платы. Лазебная объяснила, как изменились зарплаты и пенсии, а также фактически прожиточный минимум в Украине за период с мая 2020 по май нынешнего года. Средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия на 14%, фактически прожиточный минимум вырос на 11%. Есть чем похвастаться, отметила министр. Глава Минсоцполитики назвала пенсии отражением зарплаты, то есть мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей. Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения, а, указала она и добавила, что возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты. Лазебная также рассказала, что в настоящее время Пенсионный фонд Украины за первый квартал наполнился более чем на 4 миллиарда гривен. Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 миллиарда будет погашаться. У нас есть ресурсы, заверила чиновник. Ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал повышение пенсии военным в Украине, а также предлагается повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность на почти 700 гривен. Напомним также, что недавно глава Минсоцполитики назвала риски введения обязательной накопительной пенсии.